Когда наступили события протеста на Майдане, мы решили принять участие, потому что нам было интересно изучить изнутри, что же там происходит, насколько высока самоорганизация украинского народа, насколько возможны какие-то перемены, и, соответственно, поучаствовать в этом процессе. После того, как мы приехали на Майдан, участвовали, мы определенное время еще уезжали, приезжали в Украину, то есть мы здесь не постоянно были. После этого мы решили здесь так окончательно остаться, когда конфликт уже усугублялся, мы решили принять в нем участие, соответственно, решили вступить в батальон какой-то, решили поехать, вот, вступили в батальон Украины, позже он влился в батальон Шахтерский. Участвовали в зачистке песок в августе 2014-го, в штурмах Оловайска неоднократно. В первых часов сентября нам люди посоветовали обратиться к Будику Василию Владимировичу с просьбой предоставить нам украинское гражданство. Мы с ним связались и где-то в середине сентября, в числах 15-20-х, приехали в Киев, передали ему пакет документов, ксерокопии своих паспортов и прошения на имя президента Украины. И даже министра обороны там было единое прошение о том, что просим принять нас в ряду ЗСУ и вступить в украинское гражданство. Ну, в принципе, все это сдали ему, а после дело как-то заглохло. В конце уже этой весны, в 2015-м году, созвонились, он сказал, что даже на данный момент ничем не может помочь. Никаких правовых механизмов как бы нет на данный момент, чтобы предоставить нам гражданство. На подходе к электричке нас задержали сотрудники правоохранительственных органов, военкомата и там еще был патруль ДАИ. На вопрос, почему мы в форме, мы им объяснили, что мы добровольцы, они там потребовали документы. Документов у нас с собой не было. Ну, даже российских паспортов, не говоря уже о каких-то там других документах. Соответственно, они доставили нас в отделение, начали выяснять. Мы им рассказали историю, что мы из России, что мы русские добровольцы. Вот, они, естественно, начали очень сильно волноваться, переживать, потирать ладоши и думать, что поймали русских диверсантов. Ну, соответственно, они вызвали СБУшников, работников СБУ, которые начали уже нас проверять. Вот, соответственно, позвонили многим нашим товарищам, знакомым, которые являются командирами групп в каких-то батальонах. В общем, весь этот конфликт, недоразумение, он был исчерпан со стороны сотрудников СБУ. Они сказали, что все нормально, все хорошо, у нас нет претензий. Но сотрудники милиции, в свою очередь, передали протокол, составленный на то, что мы здесь находимся на незаконных основаниях, то есть у нас нет просроченной миграционной карты. Вот, они передали в миграционную службу, в области которой. Вот, соответственно, через несколько дней нам уже выписали так называемое промысловое повернение. Это, грубо говоря, документ о депортации, что мы в течение 30 дней обязаны покинуть территорию Украины. Вот, мы поехали еще в Днепропетровскую миграционную, город Днепропетровск, где в отделе, который занимается вопросами как раз иностранных граждан, и которой мы объяснили всю проблему, там была такая женщина Герия Светлана Викторовна, она нам в такой достаточно экспрессивной форме заявила, что ничем помочь не может, то, что у вас есть документ на депортацию, вот это промысловое повернение, и мы должны выполнить, значит, вот это предписание. Соответственно, мы сказали, что мы не можем выполнить, мы здесь защищали суверенитет, независимость Украины, и нас пытаются, значит, вернуть в страну, фактически признанную, то, что в полицейских государствах, где очень широкие репрессии в отношении политических активистов, участников АТО из России, вот несколько уголовных дел было заведено на них, точнее, три, и из них три на сайте Интерполриса. На все эти заявления Светлана Викторовна сказала, что она не имеет оснований, что это все надумано, и вам стоит вернуться в Россию. В отношении добровольцев почему-то ничего не делается. То есть есть проект законопроект, который предусматривает какие-то процедуры по отношению к добровольцам и иностранцам, но сколько он еще будет оставаться законопроектом, а не законом, и насколько быстро он будет принят, это, ну, я думаю, что никто не знает. Продолжение следует...